Добрый вечер, дорогие телезрители, друзья! Мы вновь рады приветствовать вас на нашей программе «Разговор по чесноку» с вами, мы и ее ведущие, как всегда, Яроман Плинсков и Александр Фирсов. И сегодня мы поговорим о молодежных субкультурах с основателем движения «Лопати» Дильязом Искаковым. Привет! Привет! Дильяз, тебе привет! Большое спасибо, что нашел время к нам прийти. Ну что ж, Дильяз, тебе первый вопрос. Скажи, пожалуйста, что в твоем понятии субкультура? Субкультура не относится никак к национальностям. То есть субкультура, она охватывает людей, так сказать, по интересам, как клуб по интересам, только нечто большее, и неважно, где ты находишься, ты можешь всегда относиться к этой субкультуре, так сказать, к этому движению. Какие факторы влияют в основном на ее формирование? Допустим, те же самые известные субкультуры, как ранее были, эмо, готы, панки. Ну, как музыкант могу сказать, что большое влияние оказывает именно музыка. Музыка всегда объединяла людей, она очень хорошо оседает в мозгу. И всегда два человека могут объединиться по тому, как им нравится, и что они чувствуют по одной, по какой-то одной песне. Смотри, сразу у меня возникает такой вопрос, вот ты говоришь, они по музыке могут объединиться. А панки, понятно, панк-рок, готы, металл, что-нибудь такое тяжелое, эмо, что-то связанное со смертью. А нынешние товарищи, вейпер, по-моему, они называются, да, если не ошибаюсь? Да, вейперы, это которые любят использовать пар вместо дыма. Такая справочка для тех, кто не знает. Какая музыка их тогда объединяет? Это вот товарищи с подворотами, с прическами вот такими вот, площадочками? Ну, мало что слышал о них, но могу сказать, что есть и движения не только объединенные по музыке, просто по образу жизни, например. Я вижу этот мир, например, так. И если ты такой же, как я, например, то значит, у нас что-то общее во взглядах есть. И если нас тысячу, там, десять тысяч, миллионы, тогда это уже получается субкультура с определенным видением мира. Хорошо. Сейчас я предлагаю посмотреть сюжет на тему субкультур, как относятся к ним обычные прохожие. Друзья, давайте посмотрим, что сказали нам люди на улицах. Молодежь – это будущее страны, и его показать. Поэтому очень важно проследить за настроением и поведением, которые ярко проявляются в молодежных субкультурах. С каждым годом появляются все больше неформальных групп. Какие-то отмирают, а какие-то, наоборот, только зарождаются. Но что это? Индивидуализм или стадный инстинкт? Отдают ли они отчет о своих действиях или хотят быть в тренде? Как ты относишься к молодежной субкультуре? Ну, блин, субкультур много, они все разные, поэтому как-то однобоко относиться к ним нельзя. То есть, там, зависит, не исключится, там, эмо, которые вымерли год и прочее. То есть, все по-разному. Меня никак не раздражают молодежные субкультуры, если они не мешают мне непосредственной жизни. Мне кажется, это их дело. Да нормально. Нормальные ребята. Вполне. Красивые некоторые. Ну, я считаю, что это отличный способ выразить себя. Ну, в принципе, я положительно отношусь, но сам не приселяю себя ни к одной из них. Прекрасные отношения. Это просто явление, как бы, оно есть как факт, и оно всегда было, будет, мне кажется. Отношусь вполне нормально. То бишь, есть и есть. Никому иногда не мешают. Иногда, конечно, мешают, но это уже их дело. Либо дело правительства. Ну вот, мы посмотрели, что думают люди на улицах, как они считают. А вот расскажи, как ты считаешь, почему средство индивидуализации превратилось в такое некое стадное чувство? Так, ну, на примере можно так вот понять это. То есть, многочисленные субкультуры дают возможность людям как-то отличаться в кругу друзей, в каком-то определенном другом обществе. И, например, если я панк какой-то в этом кругу, в каком-то обществе, например, но, блин, панков очень много, значит, я не отличаюсь, получается, от других панков. Тогда, получается, это уже какое-то стадное чувство. Вот, это смотря просто в какой ситуации, вот, ты можешь отличаться или просто быть таким же, как и другие. А как ты считаешь, с чем связано такое желание людей выделяться? Не знаю, получать какие-то привилегии, там, в виде, там, определенного отношения к себе, там, или каких-то даже, может, предрассудков, которые положительно потом сказываются в отношениях. Но зачастую подобные отношения являются негативными, ты так не считаешь? Подобные отношения негативными считаются? Ну, в большинстве своем складываются негативно. Да, скорее всего. Но, ну, вот этих вот стереотипов, которые в мозгу есть, у них и положительные стороны есть, так и отрицательные. Нам всегда какие-то стереотипы нужны, чтобы, там, в природе как-то выжить. Мы же должны, там, чувствовать опасность, например. Это положительное. Но, конечно, у нас и отрицательные стороны есть. Вернемся к нынешним субкультурам, которые у нас есть. Вот, как понять того человека, который ходит так же, как и все. У них обязательно, я повторюсь, должны быть подвороты, должны быть забиты рукава, должна быть прическа стиля а-ля Криштиану Роналду. Ну, он уже сам так не делает, но остальные вот обязательно вот так вот сделают эту прическу и будут ходить. И как их понимать, когда они говорят то, что я индивидуалист, таких, как я, нет. Когда человек обычно видит, ну, по внешнему виду встречает его. Когда видит такое, ну, я не побоюсь этого слова, стадо, и он говорит, что индивидуалист. Как к такому человеку вообще относиться? Ну, я считаю, что мы в голову каждого человека не можем залезть и действительно узнать, правду ли он говорит, что он так выражается, это его какое-то мнение, да, он просто высказывается таким невербальным способом. Или это просто, так сказать, оправдание тому, что он просто присоединяется к какому-то движению, так сказать, как было сказано, стадное чувство. Вот, мы не можем всегда знать, что человек сказал, правду или неправду. Вот, поэтому здесь вот, по-моему, так, психологическая сторона очень хорошо вот влияет на вот эту ситуацию, его ответ вот этого данного индивида. То есть это просто получается дело каждого. Ну, то есть видим мы человека какого-то панка, и это его личное дело, зачем он это делает? Просто присоединиться к друзьям таким же панкам или просто как бы слиться с массой, быть с одним чувством. То есть это дело каждого. Здесь просто не надо влезать в человеческую голову, потому что это не наше дело. Вот, например, вот добавлю на себе, например, я подворачиваю штаны, вот, ну, это не из-за того, что я к кому-то присоединяюсь, например. Кто-то может подумать, что я следую какой-то моде, например, но у меня просто джинсы длинные, и все, это моя личная причина. Поэтому здесь особо причины не важны они, они просто у меня в голове так. А расскажи, а как ты считаешь, сколько по времени может продержаться субкультура? Ну, вот, допустим, в 2007-м у нас все были эмо поголовно, в 2011-м стало модно такое явление, как зацепинг, бесплатное катание на электричках за пределами вагона. Вот как ты считаешь, сколько может продержаться субкультура? Ну, зависит, мне кажется, вот от идеи. И вот я наблюдаю, что любая вообще идея, которая как-то в мире появляется, то ли это какой-нибудь товар, или движение, или, например, образ действия, то он, если это классная идея, то она всегда поделит мир на те, кто за эту идею, на те, кто против, и будет думать, что это нехорошо. Вот. И вот такие идеи, которые делят мир на два полюса, они очень долго живут. То есть тот же там, не знаю, вот эти бургеры всех известных торговых марок, например, да, кто-то уже без них жить не может, а кто-то думает, что да, это вредно, вот. Или, например, вот рокеры, там, панки, например, наши родители думают, что это как-то зачем, это что-то страшное и что-то чужое такое, чуждое. А сами рокеры и панки, например, они думают, да, это наше, это круто. То есть всегда на два делится. Вот. И если мир не поделился на два полюса, то идея, мне кажется, долго не протянет. Как ты думаешь, на какой стадии развития интеллекта у человека он сам поймет то, что пора завязывать с этими субкультурами и начать нормально жить? Ну, мне кажется, это больше свойственно молодежи, таким как мы, например, возраста, начиная вот от подросткового, там, 13 лет, и до 24, вот так вот, где-то до 23, когда хочется все от жизни взять, все попробовать. И потом даже нам не важна как бы и религия, например, да, как, например, если родители нам говорят, вот, там, особенно у татар, например, татарку давай жену, например, там, пусть мусульманка будет, так говорят. А нам кажется, да, нет, ну, я еще молодой, я хочу все попробовать, там, зачем, не важна эта религия. Но потом как-то успокаиваешься и понимаешь, ну, своя рубашка ближе к телу, и как бы я выраст, типа, в мусульманстве, пусть будет мусульманка. Как-то все уже устаканивается, так сказать. Слушай, а как ты вообще сам относишься к субкультурам? Я даже не знаю, к какой я субкультуре отношусь, вот, и сам я отношусь так, что это, это как-то развивает мышление. То есть, например, если ты мыслишь по-другому, и я мыслю тоже иначе, вот, мы как, не знаю, там, два противоположных пальца, вот, и, не знаю, так бы и руки, например, не было, если бы не было большого пальца, который мыслит иначе, например, да, ну, аналогия такая. Вот. Так что это очень круто. А как ты относишься к людям, которые относят себя к некоторой субкультуре, и причем на себе показывают это именно так ярко выраженно? То есть они, допустим, год одеваются во все черное, панки делают огромные ракезы, там, и так далее. Как ты к ним относишься на улице? Первое прозвучало то, что вот именно меня относят к какой-то субкультуре, да? Или они просто сами выражаются? Ну, вот они сами выражаются, и как ты к ним относишься? Вот ты идешь по улице, видишь, тебе идет какое-то черное пятно вдали, потом ты понимаешь, что это идет человек, год оказывается, вот как ты отнесешься к нему? Тебе будет его жаль, то, что у него только один цвет? Или тебе будет как-то параллельно или положительно? Да, вот к этому я всегда, кстати, по-разному отношусь, потому что это, может быть, зависит от моего какого-то настроения или от моих каких-то взглядов, которые я сейчас несу вот в данный период времени. Ну, бывает, я встречаю таких людей, которые так вот таким образом выражаются, очень вычурно, и неприятно смотреть. То есть всем видом пока смотрите, я от вас отличаюсь, а вы вообще рядом со мной не стояли. Вот, ну, что-то такое даже вот проскальзывает. Вот, поэтому неприятно даже как-то. Ну что ж, Деляс, твое мнение мы услышали, а сейчас я предлагаю вам, друзья, посмотреть наш сюжет о том, как другие ребята реагируют на улицы, на людей из субкультуры. Как люди реагируют на то, конечно? Нормально. Ну, вот так делают, только иногда. Долго описываю, то есть меня, например, в феврале в родном городе избили, я был в шляпе и пальто, так что, я думаю, не очень хорошо. А так, ну, если брать в Казани уже, да, не мелкие города, где не все зашорено, то нормально. Люди ведь адекватные по большей части. Без бурных эмоций. Я даже не знаю, я никого не спрашивал. Мне кажется, нейтрально. Нет, по крайней мере, я этого не замечаю. Ну вот мы услышали мнение людей на улице, а, как видишь, некоторые из них принадлежат каким-то определенным субкультурам. Ты не можешь определить, каким, как считаешь? В большинстве случаев я даже не знаю, какие сейчас даже субкультуры есть. И ты и про себя тоже не знаю, к какой я субкультуре отношусь. Просто выбирай, что есть. Ну, для тебя мы определим, ты нейтралитет относишься. А, у тебя своя, у тебя лопати. Какие у нас еще есть? Давай перечислим. А, ну, естественно, вейперы, эмо, готы, панки, рэперы. Как мы могли забыть про рэперов? Да. Кстати, как ты к рэперам относишься? Я люблю рэп слушать, да, и мне нравится тоже. Ну, качественный рэп. Здесь его нет. Как ты к рэперам относишься? Здесь, которые вот считают себя рэперами, что-то написали, но на самом деле это можно сразу в шлак отнести. Вот к таким людям, которые... Ну, если вот, да, если говорить о музыке, то в большинстве случаев, вот, я не знаю, например, название чего, там, какая субкультура есть, и какие авторы, исполнители в стиле рэп тоже есть. То есть я просто слушаю звук, если мне нравится, или я просто смотрю картинку, например, как он выглядит, этот, например, там, панк, например, если мне понравилось, как этот панк выглядит, скорее всего, я даже тоже так же начну одеваться, например. Просто мне нравится лук, и мне нравится звук, который там, вот, поэтому потом я только посмотрю, кто это исполняет, и буду дальше слушать. Вот. Расскажи, Дельяс, а как ты считаешь, как, по-твоему, должен выглядеть настоящий мужчина? Ну, и женщина. Мужчина или женщина, да. Так, ну, если говорить о субкультуре, да, то тут нет никаких ограничений, то есть, мне кажется, что у любой субкультуры на свете нет каких-то половых ограничений. Так ведь? Поэтому здесь нет каких-то норм даже, даже у общества нет никаких норм в этом плане. Ну, а в целом, как должен выглядеть, ну, возьмем мужчину, как должен выглядеть настоящий мужчина? Ну, да, составляем его портрет. Поехали. Так, ну, если опираться на наши вот инстинкты, на наших предков, то вот это вот мужество, мне кажется, оно вот как-то вот во внешности тоже отражается, вот в плане вот широкие там скулы, там, может, даже немножко такая борода, только не очень такая обширная. Что еще? Ну, внешний вид, что у него должно быть? Стиль разговора как-то, ну, внешний вид. Во что он должен быть одет, по твоему мнению? Вот зауженные штаны точно, мне кажется, не надо одевать. Это больше женщинам подходит. Так, то бишь половину России, половину парней России ты уже отсек, они не настоящие, едем дальше. Ну, пусть, да. Вот, то есть, ну, одежда должна быть удобная, мне кажется. Вот, и как еще выглядеть? Ну, рубашечка классная, например, такая. Вот, да. Слушай, портрет идеального мужчин мы, в общем-то, составили. А как должна выглядеть идеальная женщина современная? Да. Ага. Так. Это еще надо учитывать, смотря в какой стране, например, мы живем. То есть, например, вот в исламских странах, естественно, женщина, она не оденет зауженные штаны, брюки, джинсы, чтобы не демонстрировать свои формы и не вызывать беспокойство у мужчин. Вот. Но мы живем в России, светкое государство, поэтому женщина может одеваться, как хочет. Но, да, вот, тут можно, мне кажется, уточнить. Конечно, она может одеваться, как хочет, но если ей очень важно какое-то определенное культурное поведение мужчин по отношению к ней, то лучше не стоит мужчин раздражать своим внешним видом. Вот. Только такая рамка. И все. Хорошо, сейчас предлагаю посмотреть очередной соцопрос по поводу внешнего вида, как должен выглядеть настоящий мужчина, как должна выглядеть настоящая женщина. И интересно, совпали ли мнения товарищей с улицы с твоим мнением. Внимание на экран, смотрим, друзья. Как ты думаешь, как должна выглядеть современная девушка? Так, как ей это удобно, так, как она этого хочет. Твое мнение, как должен выглядеть мужчина? Блин, ну, нужно уходить от стереотипов. Не должно быть каких-то унифицированных костюмов и прочее. Но, в принципе, обычный классический костюм тройка, это все-таки, по-моему, в плане стиля самый лучший до сих пор, что изобрели. Ну, одетым. Вот, все. В основном. Что именно одет? Ну, красивым должен быть. Одетым. Ну, раздетым не очень хорошо ходить просто. Особенно по университету. Приличное место. Как угодно. Его дело. Мне кажется, нет какой-то нормы. Нет такого, как человек должен выглядеть. Мне кажется, он должен выглядеть так, как ему комфортно. Ну, в зависимости от того, чем он занимается. То бишь, если человек как-то связан с политикой, то обязательно должен быть имидж направленный на то, чтобы человек был солидным. То бишь, человек в костюме, там галстук, бабочка уже зависит от того направления. Если человек занимается, ну, не знаю, допустим, таксист, то там уже то, что тебе удобнее. И, соответственно, в большинстве случаев это так. Именно то, что удобнее. Ну что, как видишь, мнения в большинстве своем совпали. То, о чем говорил ты, мы услышали от людей на улицах. А теперь давай с тобой немного пофантазируем. Перенесемся лет на 20-30 вперед. Представь, как будут выглядеть люди, которые сейчас забили себе рукава, ноги, другие части тела татуировками? Страшная такая картина в голове сразу, да? Интересно, как это в старости просто будет выглядеть. Но я ничего против тату-сообщества не имею. Если им комфортно, то пусть этим занимаются, конечно. Но, возможно, это просто мои какие-то ограничения. Я не могу просто представить, как это все на татуированные. Мне кажется, все не могут быть на татуированные по-любому. Потому что это просто сообщество, тату-сообщество. Оно не может всех охватить. Так же, как, например, рок. Если он существует уже полвека, то он все равно не может охватить всех. Музыка так классная. А все-таки предпочтения музыкальные. И другие есть тоже в мире. Ну вот смотри, интересный такой факт складывается. То, что когда есть какая-то определенная субкультура, она появляется, сразу какие-то побочные вот эти вот средства, можно сказать, так появляются. То есть появились какие-то модники, стали теперь парикмахерские, называться барбершопами. Там люди захотели себе больше татуировок. Сейчас тату-салоны. На каждом углу их как минимум по четыре штуки. Вот интересно, что будут делать те люди, которые вот сейчас на этом наживаются и дальше, когда вот это все уйдет. По твоему мнению, что они будут делать? Они будут как-то перестраиваться или все-таки продолжат свое дело, но уже в убыток себя. Люди в смысле бизнесмены, которые занимаются этим, да? Ну, так, ну, цель бизнесмена просто заработать деньги любым способом, законным способом, как он считает это нужным делать. И чтобы, ну вот чтобы как-то повысить продажи своих услуг или товаров, например, то, естественно, ему как-то нужно привязывать себя к какому-то сообществу, например. То есть, типа, заявлять, смотрите, я часть, например... Если я, например, у меня есть тату-салон, и я себя привязываю, получается, автоматически к тату-сообществу во всем мире, и я заявляю... То есть, получается, так, что он идет туда, куда то, что people have it, да? Да, смотрите, ребят, я ваш человек, все, давайте я в вашей тусовке буду, я в тату-сообществе, вот. И так, естественно, получается, я сближаюсь со своей аудиторией и больше зарабатываю. А что... Ну давай, раз про тебя начали, якобы это ты делаешь, что ты будешь делать, когда сменится поколение? У нового поколения, ну, я уверен, на 80-85%, что у них будет другая какая-то субкультура, какое-то другое движение. Естественно, мир как-то поменяется, да. И мне кажется, даже вот сейчас, а сейчас как-то в мире нельзя предугадать, что будет через 20-30 лет, например, как вопрос прозвучал, потому что очень динамично мир меняется во всех сферах. Это и музыкальный рынок, и политика, и вообще, в общем, культура. Вот, поэтому нельзя как-то строить планы и как-то построить свое мнение, какое оно будет через 20 или 30 лет. Посмотрим. Как выглядят современные идолы молодежи? Современный идол. Ну, например, вот как-то... Ну вот любой идол, любой пример, если взять, он пытается тоже, как вот любой бизнесмен, привязать к себе вообще к разным культурам. Не просто, например, к тату-сообществу, а, например, к сообществу, которые там вяжут крестиком, или, например, сообществу, которое там прыгает с парашютами. То есть вообще вот распространить себя везде. Это просто бизнес-способ, ну, маркетинговый такой способ искать новую аудиторию для себя. Неважно, чем эта звезда, там, или популярный человек занимается, или музыку пишет, или просто как-то вдохновляет речью людей. Вот смотри, а как ты считаешь, можно ли считать возросшую моду на патриотизм? Это чехлы, футболки с Путиным и так далее отдельной субкультурой? Нет, мне не кажется так. Это просто патриотизм. То есть если я ношу футболку с Путиным, хотя я из Казахстана, но я уважаю Путина, то я просто напоминаю другим людям, что есть такой вот президент, и я за него, например. Я могу как-то повлиять тоже на какие-то мысли людей, просто как бы одев футболку и напоминая людям об этом. И все. Тут, мне кажется, нет какой-то субкультуры. Сейчас большинство субкультур приходит к нам из Запада в основном. Мы все прекрасно знаем, как нынешняя молодежь, да и вообще практически вся Россия просто высказывает свою точку зрения по поводу того, что творит сейчас на Западе. Особенно с нашей страной, дабы вот можно даже привязать это сейчас к чемпионату Европы по футболу, когда нашу сборную уже условно дисквалифицировали, хотя англичане нас провоцировали. То есть видно, как к нам относятся. И что самое интересное, то что наша молодежь ненавидит то, что происходит на Западе, но берет то, что они там делают, и общаются на их практическом языке. Парадокс. Что с этим делать? Да. Ну вот, мне кажется, вот менталитет всегда принимает, мне кажется, те какие-то вот законы, которые как-то вот, ну, прям как детальки садятся. То есть, например, вот, просто это мое мнение будет, в России такой менталитет, что нам не вписывается демократия, например, да, вот, но если мы берем что-то от Запада, мы перенимаем какой-то их образ мышления, то мы, получается, свою, каждый готовит свою голову, ну, в смысле, психику и менталитет к тому, чтобы нам просто присобачили демократию сюда и капитализм в полной мере. Вот. Поэтому, мне кажется, это негативное какое-то явление. И, кстати говоря, вот я в плане музыки это тоже заметил, что всегда мы слушаем западную музыку, так есть и другая хорошая музыка. Поэтому я и в своем ла-пати-движении пропагандирую, что вот есть азиатские биты, африканские и латиноамериканские, жаркие ритмы. Просто я просто пропагандирую музыку, так сказать, разбавить вот это вот влияние Запада, немножко нейтрализовать. Ну, в чем смысл, кстати, твоего ла-пати? Люди просто приходят и развлекаются под музыку, которую раньше они слышали редко или никогда не слышали, например, африканскую музыку. Всем нравится, но не понимают, откуда это, что это, атака с африканской музыкой, например. И здесь не просто развлечение, но можно узнать просто что-то новое. Например, мастер-классы всякие проходят по афро-дэнс-холлу, например. То есть можно научиться танцевать, вот. То есть отдохнуть и узнать что-то новое, и как-то принять в себя толерантность и мир во всем мире. Как ты считаешь, как правильно должна развиваться личность? Какие этапы есть? Личность, то есть, ну, чего я придерживаюсь? Ну, такой простой пример. Если выйти на улицу, то там опасно. Но зато можно... Нет, так хорошо прозвучало просто. Но, например, просто такая простая ситуация на фантазию. Но если пройти через всю эту опасность, можно дойти до магазина, купить себе покушать, прийти домой и вкусить это все. Вот, но можно остаться дома, зато в безопасности. То есть тут есть выбор у каждого человека. Или оставаться дома, или выходить из зоны комфорта. Вот. И поэтому есть у нас в мире люди, которые, ну, мало что-то принимают новое, всегда остаются в зоне комфорта, или, может, чуть-чуть сдвигаются, расширяются. Вот. Но есть люди, которые всегда принимают всякие субкультуры, постоянно меняют свой образ жизни как-то. Мне кажется, это полезно. Я вот последнего придерживаюсь. И это мой комфорт. Это моя зона комфорта всегда находиться в движении, как-то что-то искать. То есть я так правильно тебя понял, то, что личность развивается только тогда, когда она выходит из своей зоны комфорта практически, да? Когда выходит из дома, да. С чем-то знакомится, да? Да. Ну, все-таки, хотелось бы узнать, когда закончится та субкультура, которая сейчас есть? Когда русские ребята разговаривают на ломаном английском языке и ходят под копирку. Вот что надо сделать с ними, чтобы они начали как-то, ну, развивать, что ли, себя? Так, ну, я бы немножко подетально этот вопрос разобрал. Вот если говорить про язык, да, там, коммуникация, общение, то весь мир разговаривает на английском языке. Сразу перебью. Вот смотри. Весь мир разговаривает на английском языке. Ну, зачем русскому с русским разговаривать на английском языке? С русским и русским на английском языке? Да. Или, допустим, русскому и украинцу. Разные причины. Зачем разговаривать на английском языке? Русскому и белорусу. Ну, это еще полбеды. Самое страшное, когда человек просто говорит на чистом русском языке, но вставляет туда некие английские слова. Да. Ты понимаешь меня? Да, 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 да. Вот это вот, да, вот это вот плохо, конечно. Много есть красивых русских слов. Вот. Более понятных. Ну, и вот что надо сделать, чтобы вот эти товарищи, они перестали употреблять? Не, конечно, право их. Они могут их употреблять. Но по мне так это просто выглядит, как до свидания, русский язык. Да, здравствует английский в российском государстве. Hello, английский. Да. Так, мне что можно сделать? Ну, то есть надо как-то воздействовать, например, на интересы как-то. Даже со школы, с детского сада можно начать, например. В детском садике мы просто как-то воспринимаем в наш мозг то, что мы видим по телевизору. Ну, телевизор наполнен, естественно, какими-то западными вещами, культурой и мировосприятием. Надо как-то больше всего, всякого разного. Не обязательно на английском. Почему нет китайских мультиков у нас, например, на российском телевидении, странно там, или каких-нибудь там малайзийских. Вот. Если это просто разбавить, и потом, естественно, отечественный продукт давать. Вот такой путь, мне кажется. Ну, как-то неконкретный, но в основном так. Сначала разбавить всем, что есть, не только западным, но и дальневосточным. А потом уже можно и отечественный продукт. А что делать с теми людьми, у которых уже сформировалось такое мнение, что они хотят так одеваться, хотят так разговаривать? Да. Как вернуть их к нормальной жизни? Так, ну, тут, мне кажется, есть опять психологическая сторона. То есть я хочу как-то придерживаться каких-то, например, западных норм и культуры, и норм поведения, потому что мне так комфортно. То есть получается, что западная культура уже дает нам какую-то зону комфорта, получается, сюда. И, ну, мне кажется, не знаю, это даже дело рук не то, чтобы каждого человека просто развиваться как личность, а это дело рук даже вот бизнесменов нашей страны, например. Ну, например, я вот лаопати, да, продвигаю. То есть я хочу разбавить другую музыку, которая есть. Вот. И я никак-то не ассоциирую себя с какой-то субкультурой. Вот. Просто я говорю, что вы можете прийти ко мне на мероприятие, на тусовку, отдохнуть и узнать что-то новое. И мозг расширяется у человека, когда он узнает что-то новое, а потом он уже сам начинает думать. Да, действительно, надо как-то развиваться. Может, я попробую что-то новое, и вот так я откажусь от западного такого насильного влияния, например. То есть это придется временем, да? Да. Ну что ж, будем искренне ждать. Ну что ж, на этом наша программа подошла к концу. Большое спасибо тебе, Дилиас, что ты пришел. Напоминаю то, что сегодня у нас в гостях был основатель движения «Лаопати» Дилиас Искаков. И хотелось бы от себя, друзья, сказать, так как программа у нас, ну согласитесь, получилась немного в жестком таком русле, именно в отношении к этим товарищам, мы никого не хотели обидеть. Мы хотели сказать то, что видим сами. Принимать нашу информацию или нет, решать, конечно же, вам. На этом все. Большое спасибо за внимание. Вы смотрели программу «Разговоры по чесноку». И мы ее ведущие, Ярман Плинсков и Александр Фирсов. Смотри нас на нашем канале. Будет много еще интересных программ. Пока.